Фран, как раз уже вы находитесь в Молдове. Начну с вопросов, которые касаются непосредственно Молдовы, потом перейдем к белорусской и европейской повестке. И вот как раз сегодня, когда вы находитесь в Молдове, стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и с Молдовой. Вы часто общаетесь с европейскими чиновниками разного уровня. Не знаю, можете ли вы считать или поделиться каким-то мнением относительно оптимистично, реалистично ли настроены европейские чиновники, учитывая, что совсем скоро Венгрия, и мы знаем позицию Виктора Орбана, будет председательствовать в Европейском Союзе. Очень важно, что это произошло до конца июня, потому что потом будет полгода изменения политики, плюс неопределенности, вступает новое руководство Евросоюза после выборов в Европарламент. И на протяжении шести месяцев будет очень сложно какие-то решения принять. Поэтому это тот месяц, когда надо было сделать заявление по Молдове и Украине, когда надо принять пакет санкций по Лукашенко и Путина, надеюсь, на следующей неделе это будет. Я думаю, что это хороший позитивный месседж молдованам, потому что Молдова заслуживает стать членом Евросоюза, и лучше раньше начать этот путь, чтобы раньше его закончить. А во время каждой конференции, международной встречи, Светлана Тихановская на моих глазах повторяет, что Молдова, Украина и Беларусь должны быть в Евросоюзе. И нельзя рассматривать европейский проект завершенный, пока наши три страны не будут членами Альянса. Возможно, Молдова будет первая, Беларусь чуть попозже, но мы тоже к этому придем. Мы часто общаемся с экспертами разного уровня, которые, большинство из них склоняются к мнению, что даже больше шансов у Молдовы на данный момент первыми вступить в Европейский Союз, или, по крайней мере, хорошо не вступить, а начать переговоры, потому что Украина раз, страна гораздо больше, это география, ну и, конечно, страна воюющая. Как вы рассматриваете этот вопрос? Ну, Молдова могла начать это еще намного раньше, но были другие силы при власти, не очень проевропейские, не заинтересованные, и мы видим то, что происходит, и сейчас уже наблюдаем вот про то российское влияние, которое было в Молдове, ну, ситуация с генералом, например. Я думаю, что сейчас как раз тот момент, когда молдовское общество наиболее всего готово, если Молдова начнет первой, это только вдохновит другие страны, это поможет, том числе, и Беларуси. Например, мы в Беларуси видим, как наблюдают молдовский процесс интеграции в Евросоюз, потому что начинали все с вот этого постсоветской неопределенности, с нейтралитета, которые нам говорили, что нейтралитет вас защитит. И сейчас, когда беларусы видят, что Молдова, которая тоже была нейтральная... Но она остается нейтральной пока? Остается нейтральной, но начинала тоже как бы с нулевой позиции после распада Советского Союза, сделал такой огромный прогресс в сторону евроинтеграции, это вдохновляет в том числе беларусов. Кто вступит первым, это здесь сложно сказать. Я думаю, что все равно это займет не месяц, и может занять года, к сожалению. В смысле оценки 2030 год примерно вот так? Неважно. Главное запустить процесс. В таких вещах, как евроинтеграция, когда запущен процесс, когда поставлены рельсы, когда идет работа над реформами, когда Европейский Союз уже рассматривает Молдову как будущего члена и помогает Молдове провести все необходимые реформы, потом его уже открутить невозможно. Давайте перейдем к выборам в Беларуси, 2025 год. Вот. Вам, то есть, ну, всем уехавшим из страны Лукашенко передал, что он пойдет, да? Но при этом кокетничает, говорит, что ждет просьб от народа. Многие эксперты при этом не исключают и транзита власти. Вы к чему склоняетесь? Ну, ясно, что Лукашенко будет оставаться власти до смерти. Ну, в своих там розовых мечтах он себя видит таким царем. Сейчас его власть держится на Путине, на России. Поэтому все эти визиты выезжают в Россию, чтобы показать свою нужность. Никуда уходить он не собирается. Он каждый год и каждый там электоральный цикл повторяет, я не буду держаться за власть, только если вы меня попросите. Но если вы скажете, уходи, то я уйду. В 1920 году он приехал на минские заводы, и рабочие, которые раньше как будто бы поддерживали власть, они кричали ему, уходи. И он сказал, пока вы меня не убьете, я никуда не уйду. И это был истинный Лукашенко. Поэтому надеяться на какой-то добровольный уход не стоит. Надо с ним бороться, надо демонтировать эту диктатуру. Мы видим, что после 1920 года ему не удалось возобновить какую-то свою популярность, контроль над обществом. Общество его ненавидит. Но начались репрессии еще больше, чем были. Репрессии ужасные. Мы раньше читали книжки про гулаги, про репрессии, про эти воронки, которые ездили, забирали людей. А сейчас мы в этом живем. И вот каждое утро начинается, они приходят в 6-7 утра в квартиру, когда люди только просыпаются или еще не проснулись, стучатся в двери ОМОН Губопик, это спецслужбы лукашенковские, переворачивают полностью помещение, конфискуют технику и забирают всех, кто в доме. Бывает, выпускают одного из родителей. Бывает, забирают им маленьких детей и всю семью. Потом держат на допросах весь день, выбивают какие-то показания против самих себя, и люди попадают на арест. И так каждый день 15-20 человек. У меня сегодня суд продолжается надо мной. Мне там до 35 лет грозит. Там есть измена государству, оскорбление Лукашенко, организация госпереворота. У меня тоже суд, но он такой дистанционный. Они даже изменили сгонодательство, можно судить людей виртуально. Но я попросил присутствовать на суде, хотя бы через Zoom, но мне не разрешили. Мне назначили адвоката, который в суде против меня дает показания. Адвокат против вас? Это государственный адвокат, который работает против меня, по факту. Так можно было? А там так и работают, потому что все независимые адвокаты или в тюрьме, или вынуждены были покинуть страну. И в таком терроре организовать какой-то уличный протест невозможно. Но то, что люди не смирились, мы это чувствуем, потому что звонки у Тихановской каждую неделю с белорусами, и люди, которые внутри страны, они как партизаны. Во время Второй мировой они говорят, нет, мы там вот такое вот сделаем. Мы здесь собираемся с бабушками чай. И это массово? Срочно сложно оценить масштаб. Да, потому что звонят все равно десятки человек. Социологии никакой нет. Но то, что вот такое чувство, что мы не сдались, оно остается. И люди на адреналине с 20-го года продолжают противостоять, не соглашаться. Но точно они не смирились. И Лукашенко тоже это чувствует. Что известно о политзаключенных Сергея Тихановского, о Марии Колесниковой? Ничего. Самых главных политических лидеров, их держат в режиме инкоммуникаду. Это значит камеры-одиночки, письма не разрешают, звонков нету. И никакой информации ни родным, ни близким, ни адвокатам не поступает. Это такая, ну, это пытка. Это вид пытки и против близких, и против самих политзаключенных. Мы, Светлана Тихановская, последний раз в марте, кажется, прошлого года получала весточку от Тихановского. После этого дети пишут письма каждую неделю и никогда не получают ответа. И только вот циркулируют какие-то сплетни, что вот он умер, кто-то из тюрьмы передал, что он не живой, еще что-то. Особенно после смерти Навального. Вот я только хотел спросить. Это интенсифицировалось. Конечно, цель это такая психологически поломать. Да, и я вижу, как реагируют родные, когда их близкие. Или вот сегодня кейс, случай был с семьей Игоря Даша Лосева, журналист и его жена. Она боролась за его освобождение, выступила в прессе, потребовала его освободить, ее сразу забрали, посадили. И его, и ее. И сегодня вот информация, как будто бы она, пропаганда говорит, она подала на развод против него. А сегодня должен выйти еще фильм пропагандистский против него. Ну, чтобы показать, что вот эти демократические силы, вот они там друг другу не доверяют, мужья там и женами разводятся. Это такое-такое низкое, да, но, наверное, вот в сталинские времена так и было, да, когда они стравливали даже близких людей, заставляли доносить друг на друга. И вот сейчас мы в этой реальности живем. Светлана Тихановская сейчас находится в Люксембурге, крупная международная конференция. И на этой конференции снова был поднят вопрос о документах для белорусов. Признавать просроченные паспорта действительными, да? Вот, как продвигается эта работа? Сейчас более полумиллиона белорусов по факту стали людьми без государства. Потому что лукашенковские посольства не выдают новые паспорта, а если ты возвращаешься, тебя арестовывают. И на территории Евросоюза ты не можешь открыть банковский счет, поменять просроченный паспорт. Люди не могут развестись. А это оказалась огромная проблема, которая имеет легальные последствия. То есть люди уже живут за границей, 4 года вынуждены выехали и не могут там поставить печать в этом паспорте. Дети рождаются уже тоже 3-4 года детям и не имеют никакого гражданства. И это коснулось сотен тысяч людей. В том числе в Молдове есть проблема. В Молдове, например, не выдают сейчас ни убежище белорусам, если не открывают банковские счета. И ты не можешь, если тебе надо получить какие-то там легализацию, тебя просят вернуться в Минск и получить справку о несудимости. И вот там был тоже депутат от Молдовского парламента, который очень активен по Беларуси, Виталий Говрук, который, я надеюсь, тоже эту информацию передаст правительство Молдовы, чтобы решить. Здесь не так много белорусов в Молдове, но это те люди, которые не могут выехать в Шенгенскую зону. Многие из них ветераны, которые воевали за Украину. И единственная граница, куда можно переехать, в Молдову. Я надеюсь, что Молдова поможет решить эти легализационные вопросы с теми белорусами, которые здесь. А мы будем решать в других странах шенгенского пространства. Но если этот вопрос будет решаться, это будет решение в индивидуальном порядке, рассматриваться личное дело каждого? Или это будет какой-то, я даже не знаю, разработанный механизм? Ну, масштаб не такой большой, чтобы полностью менять законодательство. Но просто надо какие-то инструкции разработать. Потому что сейчас, как говорят представители белорусской диаспоры, Беларусь все еще считается безопасной страной для возвращения. И очень часто чиновники отправляют назад Беларусь. Белорусов, которые здесь живут, журналистов в том числе. Ну, у нас по документам Беларусь безопасная, вам ничего не грозит. Я думаю, что здесь изменение каких-то инструкций, какой-то сигнал миграционным ведомствам, он бы очень помог. Потому что это не огромного масштаба проблема. Это не тысячи украинцев. А это разговор идет про десятки, сотен человек. Но если Молдова сделает такое облегчение, это будет тоже хороший месседж белорусов в другим странах. Что Молдова стоит с белорусами, которые потерпели от репрессий. Надеемся, что получится. Франок, огромное вам спасибо за беседу. Всегда рада вас видеть и в Молдове, и в эфире «Молдова-1». Спасибо вам. Спасибо.